здравствуйте друзья приветствую вас в моей маленькой мастерской вот в этом проекте я вам покажу технологию такую инфестирования который придумал еще француз буль по-моему это ли 16 17 век он очень простая то есть там просто придется просто какое-то количество тоненьких тоненького шпона и по обоим сторонам фанерка прикладывается тоненькая все это склеивается как такой сяныч получается и потом наносится какой-то рисунок скажем вот такой я нанес и все этот сэндвич выпиливается на электролобзики и получается получается как бы там скажем у меня было 6 допустим частей потому что не было 6 фанерок и 6 и вот получается 6 таких частей соответственно не 6 скажем рожи с таких всех остальных деталей потому что ясно дело что выпиливаются там детали по частям сколько хочешь скажем там столько выпиливаешь как можно так сложно вот то есть такая технология которые которые очень актуальны сегодня особенно с электролобзиками очень просто это делается я сейчас носить покажу сейчас поближе немножко ну давайте начнем на она может быть сначала по порядку да то есть шкатулка принципе тут ничего такого особенного делается очень просто просто склеивается под 45 градусов вначале короб причем короб это сплошной это вот полностью скоро пропила этого еще пока нету потом с помощью вот такого вот устройства такое можно посмотреть на интернете там куча таких есть разных планов не а там конкретно такой больше понравился это вставляется короче вот этот вот это сустав всегда вставляется вот так вот и идет просто через или через пилу видите он как касается прямо как бы или чистый данном случае у меня просто пила была там и я сделал по два двойные мне таки нравится и потом вставлять таки клиночки треугольные все это зашлифовывается и придает такое своеобразный такой шарм я бы сказал и плюс крепкость вот ну тут в общем то самое главное всего все это технологии чтобы было точно отстроена тела когда делается 45 градусный пропил вот это вот то есть я начал на своем с помощью цифрового такого на магнитах у меня есть угломер то есть он прямо цепляется цепляется просто пиле и к столу и там точно десятого градуса настраивается то есть в икси бакса 30 на стоил что такое он просто вот магнитики не цепляется давайте покажу сейчас скажем меня тут ну даже пускай взять допустим ленточную пилу то есть вот она скажем хочешь поставить ставишь и на ставишь на на стол там есть написано обнуляешь это становится 0 градусов потом на пилу и он тебе показывал точности до 10 и когда когда ты крутишь получается ты прямо видишь как она меняется то есть очень удобная штука и мне очень помогал от этих таких вот сложных соединениях ну и вообще как инструмент устроен когда хорошо приятно работать то есть очень рекомендую этот фигню то есть там есть разные фирмы их где-то вот отрезать и там до 40 и чуть больше 100 долларов на стоит такая фигня и кажется так на глаз ты никогда не выставишь там на какой-то угольник но основе 10 градусов конечно им делаю то есть чтобы у меня было там где он собрался пила была циркулярная и чтоб фуганок был 90 градусов ну вот такого типа ну и вот язык атаковать 45 градусов да вот нужно такие точные довольно хороший вид но это можно наверно с помощью метода тыка настроить там есть пара методов ну в общем точно настраивать 45 градусов делайте пропил потом соответственно конечно кто как делает я просто клеил но прямо сразу как бы в паз то есть это дно уже вытащить невозможно а верхнее оставил просто такой сделал как бы паз что потом ставить вот это вот конкретно уже самую инфрустацию сюда то есть это уже как кто как хочет можно сделать чтобы потом но вставить это уже неважно то есть и потом просто делается пропил опять же в том месте где будет крышка из этого всего короба там если что когда будет делать пропил то вставляйте просто 1 пропил да и даже 2 можно сделать это без ничего а потом уже 3 4 надо будет просто ставить это какой скажем аналогичная толщину планочки сюда и сюда этом какой-то там заклеить пленкой чтобы просто что потом не произошло сбои как бы когда пропираться 3 4 иначе он просто там подвинется вот ну это можно посмотреть интернете там куча методов этих изготовления ящиков в общем-то суть даже не в этом вот ну соответственно конечно типа пила делали сразу тоже еще до склейки то есть это так как она была цельная конструкция что потом ставить это вот для пакетиков чая перегородочки вот эти вот они вытаскиваются просто то есть это тоже было просто пила сделано тут ничего сложного тоже нету и потом то есть в общем то я хотел показать более то что вот вот это вот методика буря потом соответственно когда вы это вытащили детали у вас будет куча деталей и нужно будет если такая будет сложная это даже не сильно сложная видите как она просто как клоун абсолютно точно такая же какие-то то потом это склеивается все такой бумажечка есть потом склеится все это бумажка эти части то есть скажем там представляешь там допустим там я не знаю верхней части или что-то и приклеиваешь прямо там это там сказать какие-то внизу было и просто приклеивается вот такой бумага специально для шпона то есть она просто что бумага мочится и она становится клейкая такая как и стягивать немножко части вместе когда высыхает то есть получается в общем то просто временная такая стяжка повтор очень легко потом смочить обратно у нас такая подойдет я думаю что прийти можно какие-то другими это применить то есть это я имею ввиду перед склейкой когда когда будет собираться скажем данном случае это роста собиралась из частей и потом как бы уже это все клеилось на я здесь клеил на эпоксинку потому что скажу сразу почему у меня был очень толстые вот эти вот шпоны то есть обычный такой шпон с подхватка ну просто какой был такой использовал то есть это авиационных фантам нет удал там то я его я его использовал то есть всю清 4 толстый а использовать тонкий фон т card принципе такого на особо не будет у меня получили довольно-таки сильные щели я просто видел при других видео что что чтобы дать помощь и к для этом случае я сыграла как бы на меня это то есть я просто залил эпоксидку накрошилась к черного карандаша сделал такую черную смесь и все это вот туда вот так вот к этой черной эпоксидкой скажем так залил прижал это все восковой бумага сверху ну его эпоксидка залила просто эти щели все черные потом это все зашлифовал и получилось вот такая фигня ну я на этом не остановился взял было мне тут точки какой-то набор я взял там какие-то всякая фигня детская ну я взял кисточки и начал короче тут это самое мудрить какие-то начал какие-то блестки ну это как и ребенка делал и потом а это уже добавил там из другой час покажу другой тоже на интернете нашел вот такая чайная церемония то есть это там целый вот эти вот это вот сложный иероглиф там что чайная философия чайной церемонии такое а это там уже идет там просветление счастье там не знаю мудрость такого типа то есть это такая вот философская интересная вещь я просто набил сюда через копирку и потом просто аккуратненько золотой краской вот тоже какой-то там детской это даже не детские краски какие-то просто какие-то краски были ерунда какая-то там обыкновенная то есть нарисовал ты золотой краской все там в принципе несложно подрисовываешь и где-то что-то залез придешь просто немножко битвичка так хоп-хоп и край немножко там снял чтобы там но немножко она была таким тоненьким ножом я просто где-то подскребалась и где-то что-то было залазило сильно и не получилось довольно таки таки точно причем эти иероглифы все настоящее я вставил только фанерку там пас и залил эпоксидкой то есть я использую такую долгосохнущую эпоксидку специальную то есть кстати не очень хорошая на то есть не рекомендую конкретно эту фирму покупать на liste разные смеси то есть она просто чем она отличается простой потоки что она больше как бы заточено под поверхности то есть его из нее можно сделать у что и там и такой толщины поверхность она не нуждается воздухе там просто смехи это на других тери смешиваются и получается такая не совсем такая получается это я потом еще зачистил и полиуретаном еще там слоев десять народа л Basic она такая стала вообще потому что ну меня и профит кого не очень хорошие и в общем то есть и посмотрите то принципе там там есть видно что толстый довольно стоит она на миллиметр 2 наверно то есть там она как закругляется немножко ну это немножко долго с ней возился с этой поверхностью но можно было конечно это все проще делать то есть это она такое я пытался сделать вот эти вот блесочки но как бы подымала как бы это в объеме и в принципе с определенного жив не знак это видно на камере ну так вот видно принципе ручку тут приделал такую на шипах тоже там тоже опять же пас просто на на столе фрезером пропилил так как чтобы как типа для пальцев вот и и потом просто вставил такие красивенькие защелки какие-то были у меня там тоже немножко заполировал их там выфрезеровал там немножко и как бы их туда тоже утопил поставил и получилась такая просто интересная детям нравится я таких сделать честно говоря три шкатулки ну я так уже просто камеру поставлю очень тяжело так показывать одной рукой в стрельни вот немножко хотел просто так еще раз убежаться чтобы она немножко совсем как бы здесь его захочется такого подобное делать то есть легче все будет посмотреть просто модель и маркевича есть там видео кстати хорошие он сделал как делать такие шкатулки и вот как делать эти соединения у него там тоже похоже такое устройство для вот этих вот треугольных шипов то есть и как попиливается потом это все то есть как и в общем то сделать сам ящик то есть я хорошее видео есть там а уже сама это вот вот это шпона тут там тоже есть разные видео но в общем то я говорю сама просто простой этого просто взять этот сделан сэндвич и сверху снизу тоника фанерка что просто этот жалость аккуратненько можно даже принципе чуть-чуть под углом поставить электролобзик если электролобзиком выпиливать под углом под определенным то принципе швы можно практически и избежать можно попробовать для начала такого что простенькое такого типа что-то такое какое такое типа вот такой пейзажик сделать просто чтобы почувствовать что как это делается и и потом уже можно на контактный цемент вот эти остальные вещи я просто клиент на контактный момент то есть можно у меня просто что вот это черный нужно было заполнить черный черный черному дать его тщели так поэтому я как бы это тоже можно на просто при общей тоже там сильно важно в общем то вопрос терпения что это все сердится в общем-то сам 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 по себе этот проект очень просто просто что надо сидеть эти маленькие части там выбирать потом их там целую тебя кучей упаляет этих частей то есть просто их так пора раскладывать их на пронумеровать лучше всего какие где и принципе технически можно из-за того как у меня было шесть фанерок шесть шпонов то можно было шести коробку забомбить если правильно там цвета выбрать просто мне не не стесно нравится поэтому я как бы так собой не запарился больше две коробки делал и рожей все вот ну и потом эпоксидка тоже она такая довольно капризная то есть надо посмотреть как это делается то есть она там немножко если что-то ничуть немножко не так это пузырек там появляется там такая мы не на мне по моему палки очень хороший паксидка то есть что-то я как смотрел на интернете на такие получаю шикарное что что-то мне как-то или может я уж такой привилет я вы что я уже такой тавел или как бы потом еще встает 10-15 на я положил полиуретана сверху чтобы просто ну довести это зеркального такого там ну хорошо да спасибо за внимание надеюсь понравилось там вам такая фигня вот хорошая для как раз идет праздники идут можно кому-то там не знаю для точки для жены для матери что-то такое сделать там не до такого дерева так другого то я говорю что как у меня было там какой-то паркет не дались такого и сделал можно делать из дуба и что есть ну все ребят всем счастливо до свидания